В Красноармейске очень любят смотреть на картины своих земляков. За 26 лет существования городской картины и галереи было порядка 60 групповых выставок местных художников и 40 персональных. Именно с их работ началась выставочная деятельность картины и галереи. Эта выставка была каким-то огромным, большим событием в культурной жизни города. На нее ходили толпы людей, но постепенно этот поток стал иссякать. Мы поняли, что такое однообразие тоже надо с чем-то перебивать и чем-то разнообразить. И вот стали привозить выставки других художников. И вот эти выставки местных художников делать пореже, чтобы это становилось настоящим событием. Так оно и вышло. Выставка преподавателей Красноармейской детской школы искусств стала настоящим событием. Подарок от музыкальной школы – выступление их воспитанника. Здесь представлены работы трех художниц – Марины Чернавиной, Анны Маркетановой и Натальи Бай. Каждая из них работает в своей технике. Для Натальи это первая масштабная выставка. Она представила 22 свои работы разного периода написания с 2016 года по наши дни. Более ранние – это ее эксперименты, игра со светом и тенью. У меня стиль реализма. Я сначала увлекалась голландской живописью. Очень такой затемненный задний фон, и передний фон более вытянутый, яркий, сочный. А сейчас больше реализма шла, и академическая живопись реализма будет. Выставка поражает своим разнообразием. Экзотические львы, а рядом места нашего края. Натюрморты и пейзажи. Каждый может найти что-то для себя. Некоторые картины с необычной историей. В этом году Анна Маркетанова познакомилась с художником-маринистом Романом Деркачевым. Его картины моря поразили художницу. Представьте, он живет в Крыму, а я живу здесь, в Красноармейске. Мы с ним договорились встретиться. Я его просила сделать мастер-класс для меня. Вот так как я море никогда не рисовала, для меня это было что-то новое. Ну, в принципе, технику, принцип исполнения воды я, в принципе, знаю, но никогда не пробовала. Путешествие в Крым дало свои плоды. Для Анны Маркетановой была проведена целая лекция. Как писать море, где нарисовать пену, какие краски использовать. Так появилась волна. Для гостей был подготовлен сюрприз – лотерея. Разыгрывали работы художниц, представленных на выставке. Кому-то досталась пуговица ручной работы, кому-то картина с видами города. Я так тронута, такая выставка. Прям настоящие художники, хорошие художники. А, во-первых, они мои преподаватели. Первыми выставку увидели члены клуба «Активное долголетие». Жители города, а также своих преподавателей пришли поддержать ученики детской школы искусств. Когда я увидела эту выставку, я, конечно, была в шоке от того, что... Ну вот так мои преподаватели рисуют. То, что они такие вообще молодцы в целом. И я горда за них. И то, что они в нашей художественной школе нас обучают. Я испытываю гордость за это. В рамках выставки будут организованы мастер-классы. Всю информацию можно узнать у представителей картинной галереи. Ориентировочная выставка продлится до 3 декабря. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.